МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жизнь прекрасна и удивительна, но полна неожиданностей". Чтобы избежать непредсказуемых ситуаций и несчастных случаев, нужно всегда думать на несколько шагов вперед. Жизнь без опасности – тема нашей сегодняшней программы. Здравствуйте. В эфире специальный выпуск программы «Тольять в деталях». В студии Юлия Владимирская и Иван Шумилин. Действительно, каждый день мы с вами в повседневной жизни сталкиваемся с опасностью. В быту, на работе, на отдыхе. Иногда по чистой случайности. А временами трудностей мы создаем сами себе. Как научиться жить безопасно нам сегодня помогут понять наши эксперты. Давайте знакомиться. У нас в гостях звезда тольяттинского и российского автоспорта, пилот команды «Ладоспорт Роснефть» Владимир Шишенин. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Также у нас в студии врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Дмитрий Яриков. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и психолог Татьяна Сычева. Добрый день. По итогам прошлого года количество аварий, число погибших в России на дорогах снизилось. По-прежнему большое количество ДТП происходит из-за невнимательности и неопытности водителей. У нас в студии известный российский гонщик, пилот команды «Ладоспорт Роснефть» Владимир Шишенин. Владимир, скажите, ну как нужно себя вести на дорогах? Вы, наверное, тоже гоняете и вне трека, да? Не, на самом деле нам настолько хватает этого адреналина на трассе, что на обычной дороге обычно мы едем самые медленные в правом ряду, как дедушка, никуда не торопясь абсолютно. Владимир, скажите, тяжело переключить голову от спорта к обычной городской жизни? Потому что на трассе вам нужно давать максимальную скорость, максимальный результат, а в городе спокойно соблюдать шестьдесятки метров в час. Как переключить мозги? Ну здесь, наверное, больше вопрос не в том, насколько мы можем медленно ехать в городе, насколько терпение по отношению к другим участникам движения. Потому что количество ситуаций, которые ты просчитываешь, оно гораздо больше, чем у простого автолюбителя. И вот терпение и понимание к другим участникам движения, наверное, вот именно в этом самая большая сложность. А мне интересно про экстремальное вождение, вот как к начинающему водителю. Вот зимой, когда скользкая дорога, вот скажите, как вести себя в этой ситуации? Вы знаете, на самом деле здесь есть, ну, как бы большое количество разных упражнений. На самом деле наша команда в своих видеоблогах несколько из них показала. Поэтому легко можете зайти в наши соцсети команды «Ладоспортеров снефть» и посмотреть как летние, так и зимние интересные упражнения. Вы анализировали, какие чаще всего водители допускают ошибки на дорогах с профессиональной точки зрения, как спортивный автогонщик? Мне кажется, что самая главная проблема сейчас – это сотовый телефон. Потому что все во время движения отвечают на звонки, пишут СМС, настраивают навигатор. И вот ты глаза вроде опустил на одну секунду, чтобы там посмотреть, что тебе пришло. И в этот же момент сразу же чья-то замечательная задняя часть автомобиля почему-то остановилась. И то есть самые обычные и частые аварии – это, конечно, вот эти вот тычки взад в пробках и везде в остальных вещах. Мне кажется, здесь играет роль небольшая самоуверенность, неопытного водителя, скажем так. Потому что опытный водитель так никогда не сделает, правильно? Все верно. А неопытный водитель, он считает и чувствует, что он готов ко всем неожиданностям на дороге и допускает вот эти вот просмотры в телефоне. Это вот просто такая небольшая самоуверенность. Татьяна, ну и с точки зрения психолога, да, хочется к вам обратиться. Молодой водитель чаще всего хочет выделиться в потоке, показать, насколько он быстрый, дерзкий. Да, совершенно верно. Ну, это свойственно всем, кто что-либо начинает только вновь. У нас соревновательный интерес никто не убирал, да. Сейчас первоклассники в школу пойдут, они там тоже начнут соревноваться. Мы социальные существа, у нас соревнования в крови. Поэтому новички, они, как правило, здесь два варианта. Либо он прижимается и едет за автобусом по правой стороне, да, либо он горцует в левом ряду, в самом крайнем и так далее. Это два варианта. Ну и Владимир у нас анонсировал то, что в официальных группах команды «Ладоспорт Роснефть» выпускают специально обучающие ролики. И я предлагаю сейчас вам и нашим зрителям посмотреть несколько фрагментов, где Владимир выступил ведущим. Иногда так случается, что на дороге внезапно появляется какое-то препятствие, которое нужно объехать. И это упражнение поможет вам смоделировать такую ситуацию. Итак, для выполнения этого упражнения нам нужно набрать какую-то небольшую скорость и не снижать ее даже в момент самого маневра. Но есть маленькая хитрость. Нужно смотреть не на препятствие, а туда, куда нам нужно попасть. Попробуйте выполнить это упражнение самостоятельно. Но не на дорогах общего пользования, а на площадке. Владимир, дайте совет молодым горячим водителям, как правильно себя вести на дороге. Ну вот самая большая проблема, как уже сказали, это самоуверенность. То есть, ну, начинайте потихонечку. Смотрите, как вы действуете в потоке, как люди реагируют на вас. И потом постепенно-постепенно вы уже наращиваете вот эти темпы и уже, как бы, понимаете и видите всю картинку вокруг себя. Гонщики же часто попадают на трассе в аварии, да, во время борьбы за победу. Бывали ли случаи в вашей карьере, в карьере ваших друзей, когда приходилось потом справляться с травмой психологической, боязнь опять попасть в аварию? Есть ли такое среди автогонщиков? На самом деле у нас очень маленький круг людей, да, которые занимаются автоспортом. И когда кто-то получает какую-то травму, такое тоже бывало, на самом деле, как говорится, да, там, спортсмен спёкся. Всё, он попал в аварию какую-то, он не смог сам с этим справиться, у него нет результатов, и он уходит из спорта. То есть, людей, которые бы справлялись с этим, я не видел. То есть, грубо говоря, когда пошёл спад, когда человек начинает бояться, когда у него появляются какие-то там другие возможности там в жизни, например, ещё, он просто забывает, забивает и уходит в другое направление. Есть такое понятие, как посттравматический синдром. Чем дольше в нём человек живёт, тем больше он на него оказывает влияние и дальше усугубляет его. Поэтому всегда рекомендуется обращаться в каких-то таких ситуациях к психологам, которые специализируются на посттравматическом синдроме. Это обязательно, неважно, был ли ты за рулём, либо ты был пассажиром, неважно. Это травмирующая ситуация, которая закреплена даже на физическом уровне, не только психологическом, да, у людей шрамы остаются, которые как напоминание идут на теле. Поэтому здесь обязательно отрабатывать нужно. У меня даже были клиенты, которые после родов, например, она прекрасно себя чувствовала за рулём, была уверенным водителем, но, родив ребёнка, она не может сесть за руль, потому что у неё статус поменялся. Она была просто человеком, который отвечает только за свою собственную жизнь, а теперь от её жизни зависит благополучие и здоровье её ребёнка. Мы продолжаем нашу программу. Более тысячи человек утонули в России с начала лета. Основной причиной трагедии на воде остаются купания в необорудованных местах, алкогольные опьянения, а также нахождение детей без присмотра взрослых. И несмотря на то, что лето подошло к концу, эта тема всё ещё остаётся актуальной. Сейчас самый разгар бархатного сезона на южных курортах нашей страны. А дальше туристов будут ждать жаркий Египет, Дубай, Куба, Мексика. Поэтому важно знать правила спасения на воде и оказания первой помощи. Если вы забыли, то прямо сейчас вам о них напомнят тольяттинские спасатели. Если человек без сознания вытащили его на берег, то, конечно, в первую очередь желательно его посадить на колено, вот в таком положении, в головах, в земле, и слить с него воду. Изначально, когда мы положили человека на жёсткую ровную поверхность, есть три вещи, которые мы должны сделать. Создание дыхания пульс. Но при этом надо подготовить человека. Если мы не находимся на песке, мы можем песок немножко убрать, сделаем вроде как ямочку, да, для того, чтобы запрокинуть голову. Либо что-то подложить под шею и запрокинуть голову. Дыхания нету, пульса мы проверяем нету, то у нас есть буквально, ну, скажем так, полчаса для того, чтобы привести человека к жизни. Поднимаем ноги кверху, там очевидцы могут быть, могут подержать ноги. И вот этой тыльной частью руки мы кладём вот сюда, вот в это вот углубление, мы видно, да, на груди. Мы руки складываем так, чтобы только вот этой частью давить. Или оттягиваем. И 30 к одному. 30 раз мы надавливаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И считаем. 30 раз делаем, останавливаемся. Слушаем. Если через 5-6 секунд мы не услышим никакого толчка, мы также продолжаем дальше. Как себя нужно вести? На пляже, на водоёмах, на озере? Нужно ли помогать? Или нужно вызвать спасателей? И здесь нужно учитывать один нюанс. Многие забывают о том, что эта трагедия происходит, потому что человек находится в алкогольном опьянении. И он легко может утопить своего спасителя. Поэтому здесь непрофессионалам делать нечего. Они окажут больше помощи, если они обратятся к профессионалу своевременно. То есть быстро позвонят, найдут, не знаю, всегда в местах, где есть водоёмы, всегда присутствуют спасатели. Найдут этих спасателей. И вот здесь они больше помогут, нежели они кинуться туда сами. Потому что известны случаи, когда тот, кто тонул, спасся, а тот, кто спасал, на берег так и не вышел. В начале программы мы сказали, что люди зачастую сами себе находят приключения, попадая в различные ситуации. И я попрошу Дмитрия поделиться своим врачебным опытом и, как врач-травматолог, рассказать о самых необычных случаях, когда люди получали травмы по неосторожности, по незнанию. Есть ли какие-то примеры? Ну, примеров большое количество. Ну, вот один из самых нелепых примеров из моей практики. Находясь на ночном дежурстве, часиков два ночи, заходит ко мне мужчина. Живого места нет, избитый полностью. Гематомы на лице, глазные щели сужены. Нос разбит, кровотечение из носа. Ну, я, естественно, провел осмотр и написал ему направление на рентгенографию носа. Он пошел. Буквально проходит две минуты, две минуты. Заходит этот же мужчина и говорит, меня избили. Я же говорю, я только что вас осматривал и направил на рентгенографию носа. Он говорит, а я у вас не был. Я говорю, ну как так не был? Вот только что случилось, я вас отправил. Вот фамилия. Ну да, фамилия говорит та, но имя-то у меня другое. Случилось, что два брата-близнеца в алкогольном опьянении избили друг друга до полусмерти. И сначала один пришел заявление писать на одного, и буквально следом за ним другой пришел писать заявление. Ну да, тут как бы якая ситуация, смешная. Они находились в сильном, страшном. Поэтому с людьми, которые находятся в алкогольном опьянении, всегда должен трезвый человек присутствовать. Какую первую помощь необходимо оказать себе или близкому человеку, когда он получил травму? Понятно, разные бывают травмы. Или уши головы, например, тоже очень часто. Но хочется услышать какие-то первые несколько действий, первый пункт, который нужно выполнить. Ну, как вы сказали, бывает множество травм. Если, допустим, существуют механические травмы, это травмы самые частые, которые, к сожалению, ведут и к летальному исходу. Это падение с высоты, те же самые порезы, ножевые ранения, вот, те же самые ушибы. Допустим, при том же самом ушибе нужно обязательно приложить холод к ушибленному месту, если ушиб предплечье, и иммобилизировать два сустава, лучезапясный и локтевой, чтобы не было движения ни в локтевом, ни в лучезапясном суставе. Для чего делается иммобилизация? Иммобилизация. Потому что человек сразу не может оценить, ушиб у него, либо перелом. Люди часто ударились и бегом к травматологу, вот эти очереди, а у них там просто... Скажите, когда вот нужно идти к вам, а когда вот всё пройдёт само? Были такие случаи, когда мужчина, убиравшийся в огороде своём, в деревне под Самарой, вот, просто отпугнул лису. А лиса его поцарапала, а он обратился к врачу только уже, когда у него началась гидрофобия. Вот. Через три месяца, инкубационный период большой, и спасти его, к сожалению, не удалось. Мужчина скончался в больнице Середовина. То есть все к врачу сразу? Все к врачу обязательно. И, во-вторых, при той же самой ссадине, укусах, обязательно противостолбнячные токсины надо вводить. Вот. А сам человек, он его спрашивает, что ты привит от бешенства, либо прививался, либо от столбняка. Он говорит, я не помню. И мы СА-05 на токсин практически вводим всем. У Татьяны был какой-то вопрос. У меня был вопрос. В моей жизни существует и было несколько случаев, когда в основном мужчины получали травму. Например, ногу сбивали, там, мизинец, большой палец на ноге, и не обращались в травму. Из разряда само пройдёт. Да, там, синяк, не синяк пройдёт само. Чем чревато? Что хочу сказать. Этот же мужчина, который не обращался в травму, он может обратиться в неё через полгода после своей травмы. Потому что если он ударил тот же самый мизинец, и мизинец не был иммобилизирован, либо гипсовой, либо обыкновенной повязки, не было иммобилизации обыкновенной, то у этого мужчины рано или поздно, перелом, который срастётся, он приведёт к деформирующему артрозу мелких вот этих суставов на пальце, межфаланговых суставов. У него будут постоянные боли. Ноги будут боли, да? И через полгода он вспомнит, что когда-то он получил травму, хотя ему надо уже идти к другому специалисту, к ортопеду или к хирургу, всё равно он придёт в травмпункт. — Секрет успешного оказания первой помощи — это аптечка. Расскажите, какую аптечку нужно собрать с собой на отдых? — Ну, обязательно должны присутствовать бинты, раствор антисептика. Это начинает фурацелина, перекись водорода. Ну, желательно флакончик со спиртом, либо спиртовые шарики. Вот. Ну, даже можно взять несколько зонтов с собой. Это не то, что там прошёл дождь, они будут применяться как шины при иммобилизации. Вот. Если человек сломал, не дай бог, ногу или руку. Вот. Если подручных средств не будет в виде веток, там, дощечек каких-то. — Мы все понимаем, что жизнь непредсказуемая. Мы идём, например, в лес, на речку, ещё куда-то. То, что за то, что я отвечаю, за то, что я буду там, не знаю, трезва, ответственная и всё остальное, буду следить за своими детьми, я это обеспечила. Но помимо меня есть ещё такие моменты, на которые я влиять никак не могу. И вот для того, чтобы они не произошли, я беру эту аптечку с мыслью о том, что она не пригодится. Вот это непрограммирование себя на то, что будет испорченный отдых. — Отдых — это хорошо, но вернёмся в город. Знаешь, какая опасность сегодня наиболее актуальна в городе? — Конечно, боюсь неправильно угадать, но какая? — Это электросамокаты. — Ну, я был близок к правильному ответству. — Их в последнее время стало очень много, и, к сожалению, немногие знают, как правильно ими пользоваться. А главное, какую ответственность на себя берёт человек, когда едет на электросамокате? Известно много случаев в стране, когда люди падали с самокатов или сбивали пешеходов. Наши коллеги подготовили на эту тему специальный сюжет. Давайте посмотрим. Электросамокат — это быстро и удобно, но не всегда безопасно. Буквально на днях в Ставропольском районе владелец электросамоката сбил женщину и скрылся с места ДТП. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции усилили контроль за владельцами электросамокатов. В некоторых регионах нашей страны их стали лишать водительского удостоверения, отправлять под административный арест и на обязательные работы за нетрезвую езду. С точки зрения правил дорожного движения, человек, который передвигается на электросамокате с мощностью мотора не более 250 Вт, приравнивается к пешеходу. Руководство ГИБДД Ставропольского района просит вас передвигаться по тротуарам и пешеходным и велосипедным дорожкам. Кроме того, разрешается использоваться СИМ в местах, закрытых для движения транспортных сыр, к ним относятся парки, скверы и дворы. Если тротуаров и пешеходных дорожек нет, двигаться по обочинам дорог и по краю проезжей части. Если же мощность электросамоката превышает значение 250 Вт, то это обязывает вас иметь при себе водительское удостоверение категории М. Уже с начала летнего сезона на территории Ставропольского района за езду в нетрезвом виде были оштрафованы двое владельцев электросамокатов. Произошло одно ДТП, в котором пострадал один человек. В селе Васильевка молодой парень сбил 40-летнюю женщину и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают полицейские. За нарушение правил дорожного движения владельцев электросамокатов наказывают административным штрафом в размере 500 рублей. Но главным для всех участников дорожного движения должен стать не страх наказания, а ответственное отношение на дороге, внимание к окружающим и соблюдение правил. Друзья, посмотрели мы сюжет, да, узнали, какую опасность несут электросамокаты, как правильно нужно ими управлять. Как вы вообще относитесь к такому виду досуга, к велосипедам, к самокатам? У меня постоянно используется на гонках. Мы, в принципе, от палаток до медкомиссий, по трассе, мы все время ездим на электросамокатах. И у нас их в Паддаке очень-очень много. Но правила вы соблюдаете, не гоняете. Но у нас нет задачи гонять. У нас задача от точки А к точке Б добраться. Потому что пешком идти все равно это несколько минут, а на самокате это несколько секунд. Поэтому в основном все время передвигаешься на самокате. Но у нас в Паддаке практически никогда не было никаких таких ситуаций, чтобы кто-то падал, что-то ломал, кто-то кого-то сбивал. Потому что все потихоньку никуда не торопясь едут. Я с электросамокатами не пользуюсь. И на мой вопрос у меня дети очень часто спрашивают, мама, почему ты не берешь? Я отвечаю всегда одно и то же. У меня сидячая работа. Я хочу двигаться. Я хочу ходить пешком. Поэтому самокатами я не пользуюсь. Что касается детей, старшему ребенку 14 лет. И младший ребенок периодически просит, была проведена, младшему 8 лет, была проведена беседа о том, что это ответственность. Электросамокат – это ответственность за твою собственную безопасность. Когда ты научишься нести ответственность за свою собственную безопасность, будешь знать, как, например, себе помочь при травме, где и когда слезать с самоката, как на нем ехать. Когда ты все это освоишь, не вопрос, я тебе разрешу использовать этот самокат. Но пока ты это не освоил, катаемся на простых самокатах и в отведенных местах. И в этом плане я очень строгаю. Дмитрий, у вас есть такие уже пациенты, пострадавшие? Есть очень много. И какие-то травмы? Ну, в основном это травмы переломы верхних, нижних конечностей. Ломают в основном лодыжки, лучше запястный сустав, лучше в типичном месте. Потому что в этих местах кости очень хрупкие, это дистальные метаэпифизы, там кальций быстро вымывается. И человек, если в возрасте, тем более упал, именно в этих местах ломается вот именно кости у них. Десять минут удовольствия. Сколько это в гипсе ты приведешь? Ну, в гипсе где-то от месяца до шести недель, бывает даже до двух месяцев. А если послеоперационный период, то может до трех месяцев. А потом еще реабилитация должна быть. Реабилитация длительная. Когда вы выписываете такого пострадавшего, когда, слава богу, у него все заживо, какой вы совет даете? Ты катайся, но делай это правильно, соблюдая безопасность. Ну, я бы дал совет. Лучше привяжите к электросамокату большую корзину, ездите по магазинам именно в своем районе аккуратненько. Потому что при наличии продуктов в этой корзине большую скорость они не разобьют. Когда начинается учебный год, всегда актуальным становится вопрос безопасности детей на пешеходном переходе. Да, каждый день десятки тысяч детей идут в школу через проезжую часть. И задача родителей и педагогов – объяснить ребенку, что есть безопасный маршрут «Дом-школа-дом». И вот, что об этом говорит руководитель Тольяттинского союза женщин Елена Сазонова. Конечно, один из самых приоритетных вопросов – это безопасность детей. На сегодняшний день мы подходим системно. У нас на постоянной основе действуют мероприятия, акции. Это родительский контроль, родительский патруль, в рамках которого мы проводим беседование с ребятами, выдаем листовки, инструкции, где наглядно можно увидеть, как и где себя вести. Также, конечно, совместная работа с ГИБДД, который в начале учебного года и в течение всего периода выставляет патрули на территориях околоучебных заведений. Это основной важный такой вопрос. Я думаю, что нужно его постоянно держать на контроле. Для тех, кто только подключился, вы смотрите программу «Тольятти в деталях», и мы говорим о том, как жить без опасности. И здесь очень важную роль играет психология. Мы говорили, что опасность таится за каждым углом, но... Да, предотвратить любую опасность можно разговором, примером или другими психологическими ходами. Татьяна, часто трагедии случаются, когда человек занимается экстремальным видом спорта. И здесь два полюса. Одни говорят, если я не попробую, я жизнь свою не жил. Другие говорят, я лучше себя поберегу, но зачем мне прыгать до 300-метровой высоты. Как? Где здесь правда? Где здесь логика? Да, где логика? Кто прав, кто виноват? Или это на усмотрение каждого? Это выбор каждого человека. Прыгать ему с тарзанки или нет? Да, набирает популярность. Да, очень модно прыгать с тарзанки, прыгнуть с парашютом и так далее, и тому подобное. И здесь человеку нужно опираться на свой внутренний стержень, на своё внутреннее ощущение комфорта и дискомфорта. Я сама буквально вот недавно с 15 метров высоты прыгала, скажем так, был опыт, шаг за мечтой это называется. С 15 метров я прыгала. Стоя наверху, я оценивала не риски, я оценивала свои внутренние ощущения. Мой мозг понимает, что я в страховке, со мной ничего не случится. То есть внизу, на земле, я убедилась в том, что со мной ничего не случится. Я мать двоих детей, я несу за них ответственность. А наверху я уже прислушалась к своему внутреннему комфорту и дискомфорту. Если бы я поняла, что мне некомфортно, я бы отступила и спустилась бы на страховке, я бы не стала прыгать. Но прислушалась к своему внутреннему состоянию, поняла, что мне комфортно, да, мне страшно, но я с этим страхом справлюсь, поэтому я прыгнула. Если человек идёт на поводу моды, на поводу убеждений своих друзей, да, давай, пошли с нами, мы сделали, ты тоже справишься и тому подобное, вот в этом случае риски травматизации высоки, невероятно высоки. Потому что человек сделал это не по собственной воле. То есть прыгать с парашютом, это нормально, допустим. Гонять тоже по трекам, это тоже нормально, если человек в себе уверен. Если человек этого хочет и понимает, на что он готов, тогда, да, это нормально. Здесь я говорю всё-таки о единоразовых акциях, да, а не о постоянном. Владимир постоянно этим занимается. Это уже его работа, это не риски, это работа. Мы же всё время, ну как бы не знаю, я внутри всегда пытаюсь себя перебарывать. То есть я постоянно рискую и начинаю что-то новое. То есть я, конечно, риски в любом случае оцениваю, потому что просто так там я не прыгну туда. Но ты всё время через себя переступаешь постоянно. Без высокого уровня подготовки я бы вообще не советовал прыгать, особенно с парашюта. Бывалые десантники приходят с переломами обеих пяточных костей. И у них не один прыжок за плечами. И плюс копчики часто ломают. Как говорится, присел на пятую точку. Возникает у меня вопрос. Говорите, нужно обращаться к опыту, к аргументам, план нужно, да, понимать риски. Но когда какой-нибудь маленький персонаж, который метр тридцать в прыжке, подходит тебе и говорит, а петьки можно? Вот как действовать в этой ситуации? Какие аргументы нужны? Какие слова? Когда тебе уверенный в себе маленький человек говорит, а ему можно? 5% детей, уверенных в себе, подойдут и скажут, петьки можно. 95% детей это просто сделают, не подходя к своему родителю. Почему? Потому что это делают другие дети. У самой детства было, я на строительных площадках его провела, у меня травмы куча. Я с травматологией знакома с детства. Почему? У меня весь двор на детских площадках проводила. А здесь вопрос к родителям. Сейчас мои дети не ходят на площадки и не ходят в места, где они могут себе заведомо причинить травмы. Знаете почему? Потому что я обеспечиваю своим детям здоровый досуг. И для того, чтобы ребенок не подошел, не сказал, петьки можно, мне нельзя, либо не сделал это без согласования с вами, вы своим примером должны ему показывать, как проводить свободное время. Почему ребенок получает, допустим, травму? Потому что он гиперактивен раз и любопытен. Ну и третье – это хулиганство обыкновенное. Поэтому часто они травмируются. Ну у меня детей пока нет, но я, собственно, уже понимаю, как будет выглядеть. У них прекрасный пример. Скорости, адреналина, риска. Разумной скорости. Ну понятно, но тем не менее, что когда ты ничего не боишься и постоянно что-то делаешь, ребенок будет это видеть и повторять. В любом случае, поэтому понятно, что у меня простого детства... Кстати, ваши дети не будут рисковать. Почему? Потому что они видят перед глазами человека, который не кидается, не осмысленно в какое-то действие. Но они же этого не понимают. А им не нужно понимать. Они это видят, считывают и повторяют. – Друзья, в конце программы хочется услышать ваш короткий итог этой беседы. Название нашей программы, главная тема – это «Жизнь безопасности». Что для вас значит эта фраза, это словосочетание, если можно, коротко ваше резюме? Как жить безопасно? – Ну я бы хотел сказать короткой фразой из песни Виктора Цоя. «Следи за собой, будь осторожен». И всё. – Я, наверное, добавлю ещё «быть ответственным». Потому что безответственный человек, он списывает всё на происходящее вне моего контроля. И очень часто слышно, «Я ничего не делаю, оно само как-то». Это про безответственность. Когда ты человек ответственный, у тебя само как-то ничего не происходит. Ты контролируешь процессы, поэтому ты в безопасности. – Самое главное – быть последовательным, свои риски всегда оценивать и идти дальше работать над собой. – Дорогие друзья, хочу ещё раз сказать вам огромное спасибо за эту беседу. Для нас, Юля, она была безумно полезной, надеюсь, так же, как и для наших телезрителей. Напомню, что сегодня в этой студии был пилот, гонщик спортивной команды «Ладо Спорт Роснефть» Владимир Шишенин, психолог Татьяна Сычёва и врач-травматолог Дмитрий Яриков. – Помните, что наша жизнь прекрасна и удивительна. – Главное ко всему подходить с умом и соблюдать осторожность. – Это был специальный выпуск программы «Тольятти в деталях». Скоро увидимся. – Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин